Всем привет, с вами Мир Владин и коллега. Сегодня я вам расскажу, как же всё-таки играют на разных регионах разные игроки разного ранга, ну, наверное, скорее поведаю больше. В общем, ну, слушайте, короче. Расскажу я о четырёх регионах. Это Россия, Европа, Китай и Карина. Это самые знаменитые, ну, как для нас. Так-то, как бы, России не было в этом списке, ну, да ладно. В общем, ну, начнем, наверное, здесь с неё. В России все играют один против девятерых, то есть это, как бы, звучит парадоксально. У них тут все универсалы и способные вытаскивать игры практически в соло. Для них не нужно играть про технику, потому что они привыкли играть так, потому что никто не играет от сильных, ну, от расфиженных люней, то есть лифтники гангви, то есть слабые линии, ну, не пытаются, как бы, сноуболить уже выигранные. Ады Керри, которые выиграли, их почти никто не протектит. Каждый пытается сам как-то заизгиджить Teamfight. То есть Леона какая-нибудь врывается. Да, это так тоже. Дальше идёт Европа. Европейцы играют 5 на 5, то есть там нередки Teamfight в начале игры. И поэтому, как бы, они очень в них хороши, то есть лучше, чем в любой другой регион. То есть фражки люди вообще теряются. То есть просто теряются в каких-то начальных Teamfight. Это идет как-то Fight за дракончика, там, когда вары начинают на лейбл 3, там все дают полы. Ну, и в итоге это вообще очень плохо заканчивается. Кто-то делает нереальные сейлы. Ну, ну, в общем-то. Такое. Дальше идёт Китай. Китай очень, ну, как-то не любят выигрывать влайн. Несмотря на то, что Китай стильон очень сильный. Скорее просто из-за того, что там как развит киберспорт. Что-то так в плане каких-то выигрышей линии. Они, наверное, на уровне, конечно, Европы. Но у них очень любят, как бы, ну, выигрывать именно Fight. То есть проиграли влайн, но уже то пытаются выиграть в Fight. Поэтому там очень популярны лейтовые чемпионы. Так. Дальше идёт Корея. В Корее игра идёт один на один. Там люди с очень хорошей механикой. И поэтому все пытаются друг друга переиграть. И лесники там зачастую заходят на удачные ганги. Потому что там люди практически не смотрят на мини-карту. Пытаются... Ну, даже если и смотрят. Ну, вот не ставят там варды. То есть очень часто вы смотрите, как играет какой-то киберспортсмен. А он практически не покупает варды. Что нельзя сказать о тех же европейцах, которые Vision, варды... Ну, любят, наверное, больше всех. Хотя, вроде, корейцы более профессиональные киберспортсмены. Ну, вот как-то так. То есть они выигрывают именно от один на один. От каких-то убийств. То есть постоянно давление на линии. То есть они могут реализовывать даже самое слабое преимущество в крипах. И... Ну, нереально сильно им пользуются. То есть... Ну... Так, подводим итог. То есть... То, что Китай и Корея, по сути, очень противоположные регионы в плане скилла. Если в Китае все пытаются, ну, как-то затянуть игру, выиграть в тимфайтах, не трейдятся, практически почти не умеют трейдиться. Вот. В Корее все наоборот. Там люди очень, 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 очень хорошо трейдятся. Не знаю. Умеют в кнопке, короче. В кнопке в Корее умеют лучше, чем в любом другом регионе. Это факт. Ну, почему же киберспорт или такой клевый? В Корее все считают, что, мол, ну, вот эти корейские файты, типа, которые там, ну, так называется, когда никто не умирает, но при этом все там юзают ультимейт в тимфайте, и они при этом все как бы жили. Это, на самом деле, из-за того, что у них просто более популярные регионы, там просто более хорошие киберспортсмены, и поэтому эти макро, понятное дело, в высоком уровне. Но так, базово, корейские киберспортмены, если вы будете играть и на Хайло, скорее всего, если вы будете на Корее играть, то вы не будете играть на Хайло, то вы увидите, что люди там, ну, практически не смотрят на карту и реже всех ставят вардов, то есть, наверное, на русском сервере больше вижен вардов, чем в той же Корее. Даже в том же Даймонде. Хотя Даймонд Кореи более, ну, как, высокого уровня, чем Даймонд Россия. Вот, все, то есть, корейцы очень хороши в микро, и поэтому, если вы хотите как-то, чтобы вас финали ногами на лайне, но при этом, чтобы вы научились как-то постоять, то тогда спокойно создавайте на корейском сервере аккаунт. Если вы хотите наоборот, паскелетов на китайском сервере, ибо они оба близко, и на них, ну, по крайней мере, у меня не лагают. Если на какой-нибудь Северной Америке там трэш, 200 пинга, то вот и на Европе, понятное дело, то есть, это самый популярный регион, поэтому вряд ли там, ну, и плюс он достаточно близко к России, а в Китае и Корее тоже относительно близко, и там также очень неплохая связь, то есть, они за этим следят, и регионы очень популярные. Ну, как-то так. Всем спасибо. Задавайте вопросики в комментариях, ставьте лайки.